Для начала знакомства с интерфейсом ICQ запустим программу двумя нажатиями левой кнопкой мыши на ярлыке. Стартовое окно служит механизмом для осуществления авторизации и входа в программу. Обратим внимание на верхнюю строку окна. Слева здесь находится фирменный логотип программы. Далее находится кнопка настройки подключения и кнопка закрыть программу. Далее мы видим кнопки, отвечающие за метод авторизации, по старинке через UIN или более новый через телефон. Ниже идут поля авторизации, в которые необходимо ввести ваш номер ICQ и пароль. После полей авторизации находятся пункты управления параметрами входа в ICQ. Функция «Запомнить» будет автоматически запускать ваш профиль при запуске программы. Это избавит вас от необходимости каждый раз вписывать ваши логин пароль. Но будьте осторожны, если за компьютером работают другие люди, возможно, они случайно запустят ваш профиль. ICQ также дает вам возможность выбрать иконку статуса еще до авторизации. Для этого нажмите на изображение цветка рядом с кнопкой «Войти» и выберите желаемый статус. А теперь заходим в программу. Итак, рассмотрим интерфейс Аськи. Первую функциональную зону можно назвать полем профиля. В левой его части находится изображение вашего аватара. Далее ваш ник ICQ, а под ним поле для ввода статус информации. Тут же расположился виджет погоды. Ниже находятся четыре кнопки. Первая открывает наш личный кабинет, в котором мы можем редактировать информацию о себе, а также изменять другие настройки профиля. Остальные три кнопки отвечают за подключение к ICQ популярных социальных сетей – Facebook, Одноклассники и ВКонтакте. Передвигаемся ниже в окне программы и видим поле для поиска в списке контактов либо среди всех пользователей ICQ. И, наконец, самая главная функциональная зона в ICQ – зона контактов. Они представлены в виде списка, выстроенного в алфавитном порядке. Информация о контакте подается в виде иконки сетевого статуса, сетевого ника и аватара. Списки контактов организованы в группы, сворачивать которые можно нажатием левой кнопкой мыши по ее названию. Ниже мы видим большую кнопку «Плюс добавить контакт», которая, как несложно понять, по ее названию позволяет добавить новый контакт в ваш список контактов. В самом низу окна программы расположена кнопка меню, в которой можно получить доступ к управлению всеми параметрами профиля и внешнего вида клиента, а также кнопка, с помощью которой можно выбрать желаемый статус из списка либо создать свой собственный. Еще один важный элемент интерфейса ICQ – окно чата. Его можно открыть, дважды кликнув по любому из ваших контактов. В верхней части этого окна расположены вкладки с уже открытыми диалогами. В любой момент вы можете добавить новые или закрывать активные диалоги. Чуть ниже расположены аватарка, имя и статус пользователя, с которым вы общаетесь. В правой верхней части окна мы видим четыре кнопки – видеозвонок, звонок, кнопка добавления людей к беседе и меню. Над ними отображается UIN вашего собеседника. Далее идет самая большая область этого окна, в которой в наглядной форме отображается ваш текущий диалог. Еще ниже расположена область для ввода сообщений, слива от которой мы видим кнопку со смайликами, а справа кнопку, разделенную на две части, с помощью которой можно отправить введенный текст или прикрепить к сообщению файл. Теперь вы знакомы с интерфейсом программы ICQ. Смотрите наши видео-уроки, в которых вы сможете более подробно познакомиться с остальными функциями ICQ, а также другими популярными программами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!